Продолжается какое-то вот гонение на нашего губернатора Фургал. Но ведь все показатели улучшились. Здесь же у вас есть депутат Госдумы от Хабаровского края, от Единой России. Улучшились все показатели, как и в Смоленске. Нет душа давит, выйди из ЛДПР, позорит себя на весь мир. Завтра Трампу будут предлагать выйти из республиканской партии. Из республиканской партии. Что это за такие детские варианты? Занимайтесь экономикой. Не действует. Тогда, как в 1937 году Ежовщина, Беревщина, нашли труп, убит коммерсант в 2004 году. Снова это дело возбудили. Тогда убийцу не нашли. Посадили несколько человек в тюрьму в Хабаровске, говорят. Пытают и добиваются, чтобы дали показания на губернатора. Но все это было при Сталине. Ну не прошло же все это. Мы же сами разоблачили какую-то личность и все эти репрессии. Москва не дает никаких команд. Вот он, это Трутнев отвечает, полпред. Он добьется, что весь Дальний Восток восстанет. Что будете делать тогда? Это не желтые жилеты. Это помните приморские партизаны? Ну зачем это делать? Работают люди, пускай работают. Никто не имеет права давить на партийность избранных представителей любого уровня в любом формате. А тем более заниматься пытками в тюремных камерах. И требовать, как при Сталине, покажи на него. Вот скажи, что он враг народа, что он против Сталина. Ну миллионы же погибли. Вот по таким наветам. И Сталин не давал указаний так делать. На местах стараются. На местах маленькие Берии, ежовые годы, лишнюю звезду получить, квартиру получить, что-то получить. И урок не прошел. Да наши люди, наши с вами люди, и мы снова их бросаем в тюрьмы, и снова их подставляем, и снова на них клевещим. Это нужно прекращать. Это наносит только вред. Я разговаривал с президентом страны. Он сказал, пусть работают. Все. Президент страны дал свою оценку. Избрал народ, пусть они работают. Но чиновники, которых наказали, видимо, что они не обеспечили победу от Единой России, стараются вот что-то сделать, но не понимают. Ну, данные в СИОМ, посмотрите. Уже 51% страны требуют смены партии власти. Через два года их будет 80%. И вы ничего не сделаете. Они все выйдут на улицы нашей страны. Вы сегодня это делаете. Вы сегодня блокируете наши машины у Владимира и трамбите нашего губернатора. Страна же знает все это. Поэтому я предлагаю, чтобы это все останавливать и своевременно пусть все работают на экономику, на решение социальных вопросов, на добрые отношения. Как мы по-доброму к вам относимся? Единая Россия, справедливая Россия, коммунисты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо. Спасибо.